Добрый день! Представляю вашему вниманию модуль ввода-вывода CRS-485. У нее имеется четыре выходных ролей, выведены все три вывода. Здесь я немножко сейчас перепутал коробочку. Давайте я вам заодно покажу что там внутри. Вот они роли. Видно, что здесь есть гальваническая развязка CRS-485. Сейчас я крышку переверну. Вот так она. Хотя надпись будет к их ногами, но по крайней мере будет соответствовать входам-выходам. Здесь находится вход А4 входа. Общий вход. У него активный ноль. Имеется возможность устанавливать адрес сетевой. Имеется четыре индикатора и вход питания. Питание от 8 до 28 вольт. То есть это довольно хорошо. Теперь давайте для демонстрации его работы подключим его к медиаплееру через вот такой конвертер RS-485 USB. И попытаемся, посмотрим как он работает. Для этого был сделан простой проект. Вот загорается первый выход, второй выход, третий выход и четвертый выход. Можно сразу попытаться два, например, зажечь. Нет, два тут, наверное, не поддерживает. Два прикосновения. Два тача не поддерживает. Ну, в общем, видно, что разобрался. Есть описание. Правда, пришлось его поискать, но я нашел. Под видео я выложу ссылку на данный реле, который стоит там менее 1000 рублей. Законченный в корпусе. Можно на один рейку устанавливать его. И гальванический развязанный RS-485, что вполне очень даже неплохо. И давайте теперь попробуем, как входа работают. Будем оброшивать входа. Для этого я беру проволоку и замыкаю соответствующее. Я попроюсь, попаду одной рукой. Вот, загорелся светодиодик и светодиодик в корпусе. То есть выходы и входы подсвечиваются в данном реле. Вот следующий выход. Сейчас, секунду. Одной рукой неудобно. Попасть не могу. Сейчас. Фод загорелся здесь. Следующий. И вот следующий. То есть я ноль подключаю к входу и переключается таким вот образом. Вот таким вот образом осуществляется опрос входов. Сразу скажу, что входа опрашиваются через как дискрет инпут. Ну, давайте сейчас, может, покажу проект. Выходы через coils. Ну, это все вы посмотрите в документации. Ну, давайте я сейчас остановлю. И посмотрим, вот, например, как лампочка задана. Значит, регистр ноль у реле. Извините. Ну, выбранный тип. Сейчас, секундочку. Сфокусируем. Не фокусируется. Вот. Тип запроса coils. Так. А, это у нас у... Так. Смотрим. Ну, проект, собственно говоря, кнопки и лампочки. Здесь тоже. А, адрес по умолчанию там установлен 32. Это опять же из документации. Но, опять же, чтобы вам долго не искать, я потратил время, вам это не нужно. Адрес сетевой по умолчанию, когда все переключатели находятся в нуле. Вот, 32. Затем они могут добавляться 33, 34 и так далее. Еще раз посмотрим. Так. Здесь как coils они идут. Вот. В общем, вот такой модуль вывода-вывода. Единственное, что я заметил, что у него стоят защиты по входам. Ну, от каких-то помех. То есть, он в основном работает с какими-то контактами, лампочками. То есть, конечно, для быстрых входов он, наверное, не пригодится, не подойдет. Вот здесь, заметил, на плате стоят вот 4 таких вот коричневых светлоконденсатора. Похоже, здесь такая, помимо гальванической развязки и диодов защитных, еще стоят конденсаторы сглаживающие. Хотя, смотрел в настройках, есть специальная программа, которую я еще не удалось мне скачать, где можно, которые конфигурировать данное реле. Ну, в частности, устанавливать разное время фильтрации по входам. Сейчас там по умолчанию стоит 16 миллисекунд, по-моему. Ну, я так думаю, что мне для быстрых задач, в принципе, нужен задать данный модуль ввода-вывода, а именно для работы с энкодером, ну, чтобы хотя бы Герц-100 он воспринимал. Ну, пока не удается. Похоже, здесь все зафильтровано. Ну, для каких-то концевиков, реле, кнопок, это даже очень хорошо. Вот такой краткий обзор на данный модуль. Ссылочку на него и на документацию по данному модулю. Документация довольно-таки подробная, хоть и на английском языке. Я оставлю под ссылочкой. На этом все. Спасибо. Удачи. Продолжение следует...